Genesis рассекретил обновленную версию компактного седана G70. На местном рынке продажи новинки начнутся в следующем месяце. В других странах рестайлинговый седан появится, скорее всего, уже в следующем году. Genesis G70 примерил новый дизайн марки. Седан получил двухэтажную переднюю оптику в стиле флагманского седана G90, ромбовидную решетку радиатора, новые бампера и иные передние крылья с воздуховодами за колесами. Также седан оснащается диффузором, патрубками выхлопной системы овальной формы и другим багажником. А площадка для госномера переехала с крышки багажника на бампер. Вместо логотипа на крышке багажника появилось название бренда. В салоне машины устанавливается цифровая приборная панель и новый дисплей мультимедийной системы на 10,25 дюймов, раньше он был 8-дюймовый, который теперь умеет обновляться по воздуху. В пресс-релизе Genesis не назвал габариты модели, но, скорее всего, размеры обновленного седана остались прежними. Длина дореформенного Genesis G70 составляет 4685 мм, а расстояние между осями 2835 мм. На домашнем рынке седан заявлен с прежними силовыми агрегатами. Бензиновыми турбомоторами объемом 2 литра 252 лошадиные силы и 3,3 литра на 370 лошадиных сил. Также седан оснащается турбодизелем 2,2 литра на 202 лошадиные силы. Ожидалось, что гамма двигателей пополнится новой турбочетверкой 2,5 литра, однако этого не произошло. Такой двигатель появился у родственного лифтбека Kia Stinger, который недавно перетерпел обновление. Про него я уже рассказывал в отдельном видео, посмотреть его можно по подсказке в правом верхнем углу или в конце этого ролика. В компании подчеркнули, что линейка двигателей нового G70 может быть разной в зависимости от рынка. В Корее обновленный Genesis G70 начнут продавать уже в октябре. В других странах рестайлинговый седан появится скорее всего уже в следующем году. Когда новинка доберется до российского рынка, пока неизвестно. Стал ли обновленный Genesis G70 выглядеть лучше? Или дорестайлинговый G70 вам больше нравится? Делитесь своим мнением в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.